Волшебный фонарь Митя, выключай приставку Сейчас будем смотреть диафильм Не могу, я же не один играю Мы вместе с моим новым другом Но здесь же больше никого нет Ты, наверное, хотел сказать С твоим новым воображаемым другом Не с воображаемым, а с этим Виртуальным Ох, Митя, а реальных друзей Ты себе заводить не пробовал? Говорят, иногда весело получается Все, включаю волшебный фонарь Гильгамеш был царем шумерского города Урук Хорошим царем, только слишком буйным Целыми днями пировал он в своем дворце Ну вот, из-за тебя я никогда больше своего друга не увижу Ты бы и так его никогда не увидел Он же виртуальный Жители Урука были недовольны поведением Гильгамеша Такой хороший царь, а ведет себя как маленький Зато он был настоящим другом и играл со мной Стали жители просить шумерских богов, чтобы научили они Гильгамеша уму-разуму А ты только учишь уму-разуму А вот мне кажется, так настоящие друзья и поступают Недолго думая, боги взяли ком глины и слепили из него человека Как две капли воды, похожего на Гильгамеша Только росточком по нише Зачем он им понадобился? Звали глиняного человека Энкиду Он был очень сильный, но очень дикий Жил в степи, ел коренья и никогда не умывался Никогда не умывался? Вот это жизнь! Вскоре до Гильгамеша дошли слухи про дикого человека Гильгамеш сразу захотел увидеть дикаря Я бы тоже захотел на такого посмотреть Гильгамеш послал за Энкиду самую красивую шумерскую девушку А зачем девушку-то? Увидел Энкиду девушку и тут же в нее влюбился Пришлось ему идти умываться А как иначе девушке понравится? Ну вот, все испортили Теперь Энкиду был уже не таким диким, как прежде Девушка причесала его, накормила пирожками И повела Гильгамешу во дворец Сейчас этот Гильгамиша тоже будет его учить уму-разуму Гильгамеш сразу предложил Энкиду мериться силами Схватились они и начали бороться День боролись, второй боролись Да только силы-то у них равны Ни один победить не может Еще один раунд нужен Присели отдохнуть Вдруг Гильгамеш говорит Зачем нам с тобой бороться? Давай лучше дружить Дружить? Так вот о чем эта сказка Ну, Катька, ты и хитрая С тех пор Гильгамеш и Энкиду Стали не разлей вода Все вместе делали Вот только пиры Энкиду не нравились Не любил он без дела сидеть Задумался Гильгамеш и придумал дело Идти совершать подвиги Вдвоем-то это веселее А что, тоже дело хорошее? С тех пор Гильгамеш и Энкиду Немало подвигов совершили Победили хранителя кедров Колдуна Хумбабу Какая же страшная эта Хумбаба И укротили злого быка Которого наслала злая богиня Иштар Молодец Энкиду Без него Гильгамеш ничего бы не сделал Жителям Урука эти подвиги очень нравились А еще больше им нравилось Что у них такой храбрый и сильный царь Гильгамеш Ну все, конец Могу я теперь со своим другом поиграть Ты его сначала найди Да я уже нашел Рядом со мной сидит Пойдем Будешь дальше меня учить Уму-разуму